Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – наименьшее общее кратное. Сегодня на уроке мы познакомимся с определением общего кратного, наименьшего общего кратного. Также мы научимся находить наименьшее общее кратное двух и более чисел. Начнем мы с вами с определения. Наименьшим общим кратным данных натуральных чисел называет наименьшее натуральное число, кратное каждому из данных чисел. Мы рассмотрим с вами первый способ. Нахождение наименьшего общего кратного натуральных чисел способом перебора кратных данных чисел. Итак, найдем наименьшее общее кратное чисел 18 и 45. Запишем кратные числа 18. Далее записываем кратные числа 45. Обратите внимание, мы продолжаем до тех пор, пока не получим у первого числа и у второго числа кратные, которые равны кратному первого числа и второго числа. В нашем случае это число 90, 180. И если мы будем продолжать бесконечно, то, конечно же, общих кратных мы получим бесконечно много. Но мы говорим о наименьшем общем кратном. Поэтому наименьшим общим кратным будет число, равное 90. Значит, наименьшее общее кратное чисел 18 и 45 равно 90. Рассмотрим второй способ. Способ нахождения наименьшего общего кратного данных натуральных чисел способом разложения на простые множители. Для нахождения наименьшего общего кратного данным способом мы будем пользоваться определенным алгоритмом. Первое. Нам необходимо разложить данные натуральные числа на простые множители. Вторым пунктом нам нужно записать разложение одного из чисел, и чаще всего это наибольшее число, добавить к ним недостающие множители из разложений остальных чисел и найти произведение получившихся множителей. Рассмотрим такой пример. Найдем наименьшее общее кратное чисел 18 и 45 вторым способом. Раскладываем числа 18 и 45 на простые множители. В результате получаем разложение числа 18 на простые множители равно произведению чисел 2, 3 и 3, и разложение числа 45 на простые множители равно произведению чисел 3, 3 и 5. Выписываем простые множители на простые множители наибольшего из чисел. В нашем случае это простые множители числа 45, 3, 3 и 5. Далее мы добавляем те числа, которых в первом разложении нет. Это 2. Найменьшее общее кратное чисел 18 и 45 равно 90. Рассмотрим такой пример. Найдем наименьшее общее кратное чисел 90 и 24. Разложим на простые множители данные числа. Раскладываем 90 на простые множители. Получаем произведение простых множителей 2, 3, 3 и 5. Разложим число 24 на простые множители. Получим произведение чисел 2, 2, 2 и 3. Выписываем множители наибольшего из чисел. Выпишем множители наибольшего из чисел. Это множители числа 90. 2, 3, 3 и 5. Далее добавляем множители, которых нет у числа 90. Это 2 и 2. В результате находим произведение данных простых множителей и получаем. Наименьшее общее кратное чисел 90 и 24 равно 360. Рассмотрим еще один пример. Найдем наименьшее общее кратное чисел 15, 42 и 105. Обратите внимание, наименьшее общее кратное трех чисел мы находим аналогично способу нахождения наименьшего общего кратного двух чисел. Итак, раскладываем данные числа на простые множители. В результате получаем вот такое разложение. Выписываем простые множители наибольшего из данных чисел. У нас наибольшее число это 105, его множители 3, 5 и 7. Далее добавляем те множители, которых нет у числа 105. В нашем случае это 2. Значит, наименьшее общее кратное чисел 15, 42 и 105 равно 210. Разберем еще один пример. Найдем наименьшее общее кратное взаимно простых чисел 18 и 35. Вспомним, что взаимно простыми числами называются числа, которые имеют один единственный общий делитель, равный единице. Раскладываем на простые множители числа 18 и 35. У данных натуральных чисел нет общих множителей, поэтому мы перемножаем все множители двух чисел. Значит, наименьшее общее кратное 18 и 35 равно произведению чисел 18 и 35 и равно это 630. Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел равно их произведению. Если наибольшее число из данных натуральных чисел делится на все остальные числа, то это число является наименьшим общим кратным данных чисел. Рассмотрим такой пример. Найдем наименьшее общее кратное числа 82 и 41. Число 82 кратно числу 41. Значит, оно является наименьшим общим кратным. Наименьшее общее кратное 82 и 41 равно 82. Рассмотрим такой пример. Даны разложения чисел на простые множители. Нужно найти их наименьшее общее кратное. Выписываем множители одного из чисел. В данном случае мы выписываем множители числа B, так как очевидно, что это число наибольшее. Далее добавляем множители, которых нет у числа B. Это число 5. Находим произведение данных простых множителей. Оно равно 1320. Обратите внимание, если мы заменим запись числа А в виде степени, например, 2 во второй степени умножить на 3 и умножить на 5. У числа B 2 повторяется 3 раза, значит, 2 в третьей степени умножить на 3 умножить на 11. Аналогично мы выписываем 2 в третьей степени, то есть 2 с наибольшим показателем степени. 3 выписываем, потому что и в первом, и в втором случае 3 имеют первую степень. И 5 – это множитель, которого нет у числа B. Рассмотрим такой пример. Заполним данную таблицу. В таблице даны числа, нужно найти их наименьшее общее кратное. Числа 24 и 11 являются взаимопростыми, значит, наименьшее общее кратное будет равно произведению данных чисел. То есть наименьшее общее кратное чисел 24 и 11 равно 264. Число 108 кратно 18 и 108 кратно 36, значит, наименьшее общее кратное чисел 18, 36 и 108 равно 108. Рассмотрим еще один пример. Найдем наименьшее общее кратное натуральных чисел, представленных в виде произведения простых множителей. Здесь попробуйте выполнить этот пример самостоятельно. Проверьте, что у вас получилось. Итак, нам нужно найти общие множители и выбрать множитель с наибольшей степенью. У числа А и у числа Б есть одинаковые множители, равные 2. В первом случае это 2 в третьей степени, во втором случае это 2 во второй степени. Значит, мы выписываем 2 в третьей степени. Далее общий множитель 3. У числа А это 3 в квадрате, у числа Б это 3 в кубе. Значит, мы выписываем 3 в кубе. Далее, множитель выписываем 5 и множитель 7, так как у числа А нет множителя 5, а у числа Б нет множителя 7. В результате получаем наименьшее общее кратное чисел А и Б равно 7560. Рассмотрим такой пример. Найдем наименьшее общее кратное чисел 121212 и 181818. Представим число 121212 в виде произведения множителей 10101 умноженное на 12. Число 181818 мы представим в виде произведения чисел 10101 умноженное на 18. Далее, мы разложим на простые множители число 12 и число 18. 10101 мы не будем раскладывать на простые множители, так как нужно найти нам наименьшее общее кратное рациональным способом. Множитель 10101 есть и у первого числа, и у второго числа, поэтому его раскладывать на простые множители мы не будем. Разложение числа 12 на простые множители равно произведению чисел 2, 2 и 3. Разложение числа 18 на простые множители равно произведению чисел 2, 3 и 3. В результате мы получим наименьшее общее кратное чисел 121,212 и 181,818 равно 363,636. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы с вами познакомились с определением общего кратного, определением наименьшего общего кратного и учились находить наименьшее общее кратное двух и более чисел. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok